здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас программа посвящена медицинской тематике тем более что 24 марта во всем мире отмечался день борьбы с туберкулезом но как всегда врачи специально такие дни устанавливают для того чтобы мы помнили только в этот день но и в течение всего последующего времени мало того в течение целой недели будут проходить определенные мероприятия вот какие и вообще как у нас выстроена борьба с этим заболеванием расскажет нам сегодня виктория владимировна кавыршина врач-фатезиатр высшей категории заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением люберецкого филиала московского областного клинического противо туберкулезного диспансера здравствуйте виктория владимировна ну 24 марта это понятно день такой который установлен но я так понимаю что еще один актезиатра и еще какой-то сейчас неделя или месячный месячными давайте вот по поводу месячника расскажите что это такое но 24 марта вообще сто сорок два года назад открыли палочку коха возбудителя туберкулеза поэтому вот теперь уже много лет празднуется всемирный день борьбы с туберкулезом именно в честь скорее не празднуется а как бы чтобы внимание обратили на это внимание отмечают да и проводят но обращают особое внимание внимание населения на проблему борьбы с туберкулезом и да и месячник у нас да да министерством здравоохранения московской области распоряжением издана издана распоряжение о проведении вот месячника борьбы с туберкулезом с 24 марта по 24 апреля он будет проходить какие-то мероприятия мероприятия будут в поликлиниках различные беседы семинары возможно в организованных коллективах также вот на радио телевидения по разным территориям области и все это вот в рамках этого месяца мы уже попадаем с вами папа дамки в месяц но вот туберкулез конечно же наверное любого человека спроси даже там начнем со школьников наверное чет слышали да и у многих такое ощущение что это какая-то такая болезнь которая до существует но она как бы уже но из разряда таких которые не часто встречаются и вроде бы как пошли на спад на убыль но это не так но он есть то он естественно пошел на убыль если сравнить там с девяностыми двухтысячные годы но вот в прошлом году заболеваемость примерно два человека на 10 тысяч населения это много любит любериц городского округа любериц два человека на 10 тысяч до но это же про мало ну относительно по россии это меньше но по россии больше но это все равно достаточно высокий показатель как бы есть куда стремиться то есть мы понимаем что до первого туберкулез до конца нами пока еще до не побежден как говорят таких случаях но вернемся все-таки к палочке коха вообще что такое туберкулез что это за болезнь такая и почему мы так вспоминаем об этой палочке туберкулез инфекционное заболевание с уже вот известным возбудителем то есть пути передачи его есть воздушно-капельный полевой также может быть и контактный и внутриутробный также присутствует но основное воздушно-капельный и полевой то есть практически любой может заразиться туберкулезом так получается если мы не предпринем каких-то мер о которых мы сейчас поговорим то есть это заболевание просто вот эта палочка которая до обнаружена окохом вызываю возбудитель возбудителя на отчего это вдруг появлялась или это как надо у природы матушки спрашивать откуда ну вообще с этой палочкой уже встречаются встретились уже все все население мира можно даже так сказать в определенном возрасте в первичные встречи происходит уже зависит от особенностей организма иммунитета и плюс еще вакцина все-таки bcg присутствует которую в роддоме сейчас на вторые сутки прививают bcg вот это вот эта вакцина она не предотвращает туберкулез но предотвращает формы именно тяжелые у маленьких детей которые до пятилетнего возраста у них не сформирован еще иммунитет и они физиологически подвержены заболевание туберкулезом вот есть группы риска которые более предрасположены к заболевание туберкулезом физиологически как я уже сказала 10 до 5 лет в связи с несовершенством иммунитета и после 60 лет у пожилых людей также идет естественная обыль иммунитета также пациенты с иммунодефицитными состояниями по различным причинам также с хроническими заболеваниями длительно текущими то есть сахарный диабет хронические неспецифические заболевания легких лица длительно принимающие гормоны или иммуносупрессорные препараты язвенная болезнь желудка вот уже доказано что все эти заболевания они приводят повышенному риску заболевания туберкулезом и если человек туберкулезом заболевает то на сегодняшний день какие формы этого заболевания существуют от самый простой до я так понимаю летальный на есть ограниченные формы туберкулеза которые выявляются профилактические и протекают бессимптомно если лечить такие маленькие формы то они достигают излечения 95 процентов просто препаратами и если не лечить формируются хронические формы туберкулеза и летальность у нелеченных в течение пяти лет там достигает уже чуть не 50 процентов прямо летальность от туберкулеза и это в любом возрасте ну вот эти вот группы которые вы назвали может произойти но они еще могут усугубляться там социальными всякими факторами на фоне злоупотребления алкоголя например там недостаточного питания до образа жизни у кого нет постоянного жилья то есть они подвержены не лечатся к тому же и получается они еще вот если мы говоришь с об этой форме нам быть об этих людях то они еще и переносчиками являются они распространяются да то есть грубо говоря если чек каким-то образом забрался больной туберкулезом условный датель чтобы не пугать но я же должен задать этот вопрос если человек больной туберкулезом вот из этой социальной группы за заходит в трамвай и рядом находится ну рядом это понятно не весь трамвай ну какая-то там часть людей рядом с ним то есть вероятность того что они могут заболеть туберкулезом если у них нет не было сделано прививка или ну в общем есть такая вероятность но вероятность составляет 10 процентов да это ввоз уже доказано что заболевают 10 процентов из тех у кого был достаточный контакт тоже не все видимо это тоже особенности иммунитета в том числе также доказана еще и гена генетическая предрасположенность к заболеванию туберкулезом то есть мы наблюдаем что в семьях болеют родственники часто это тоже доказано что есть и генетическая предрасположенность но вот возвращаясь к быть как правильно бцж до нас же расшифровывается это как ослабленная бычья популяция то есть ликобактерий нечеловеческой нечеловеческая вот ведь как интересно но я так понимаю что в советское время это делалось всем без спроса да а сегодня насколько мне известно да то есть это как понять то есть это вот возвращаясь к теме пандемии когда помните у нас были анти ваксеры которые анти но это оттуда же да естественно люди часто читают в интер интернет в котором может быть все что угодно написано что вот если вы сделаете это то может быть потом и тогда но тогда давайте мы сейчас у нас 35 минут в первой части нашей программы все-таки попытаемся объяснить людям но и может быть будущим папам мамам почему нужно сделать вот такую вакцину обязательно или это же не всем можно делать но есть определенные группы которых откладывается по медицинским показаниям но все равно и потом сделал да все равно и сделают и в поликлинике тоже в поликлиниках есть эта вакцина тоже делают когда уже становится возможно есть же дети которые родились ослабленные но до с какими-то или патологиями или с какими-то тоже отложено да да становится вот ребенок в норме да в какой-то определенной то почему нужно сделать это быть же почему нельзя отказываться от ну потому что иммунитет несовершенен у ребенка и эта вакцина настраивает потому что он встретиться с ней все равно и не произойдет генерализованной формы то есть локальная она может и быть который можно вылечить но у детей из-за особенности опять же иммунитета и у невакцинированных возникает туберкулезный менингин генерализованной формы с поражением всех органов это смертельно это смертельно то есть бцж она предотвращает вот именно тяжелой форм хорошо а что вот противники этой вакцины что они что они предъявляют почему они боятся потому что это все-таки живой компонент водится ослаблены не человеческий как бы ослабленные в основном так и по всем вакцинам в принципе что не хотят и народный агент водить то есть будем надеяться что ребенок не встретиться и не будет заболеть тем что они точно встретиться причем для формирования иммунитета необходимо два месяца это можно пронаблюдать вот после вакцинации рубчик формируется в течение двух месяцев вот тогда уже говорят если рубчик виден то формирование иммунитета произошло как интересно то есть все-таки мы понимаем что мы вынуждены сделать эту вакцину пока больше ничего лучшего не придумали да никакого другого формы вакцины вот для того сейчас в разработке я насколько я знаю 20 вообще вакцин 20 вакцин да но вот одна из них сейчас гамалеи тоже у нас но они все равно все живые вот все подобные и есть что то уже вот то что сейчас гамма в гамалеи она по основанию от коронавирусной именно не живая а именно антитела но она пока проходит только клинические сейчас ничего не хотел сказать но и это не совсем тема нашей программы но есть ощущение что такая пошла вторая волна где рассказывают что вот из-за вакцин якобы теперь вот люди тромбофлебитом больше страдают вот понятно что это пока все не доказано но я к чему просто веду что чтобы не происходило как бы мы не стремились упростить те или иные способы все-таки предотвращения заболевания будут люди которые будут этому не верить будут этому сопротивляться но это уже как говорится их они берут на себя ответственность это подписываются какие-то документы что мы отказались подписывают обязательно то что он входит в календарь прививок то есть это нормативно государственный календарь да это нормативные документы все это узаконено но они имеют право отказаться и мы с этим ничего не можем сделать только уговаривать обосновывать показать понятно а влияет ли отсутствие такой прививки например когда ребенок детский сад идет или там школу наверно влияет как-то но в данном случае предлагается альтернативный метод это рентген обследование возможен вариант такой вот бывает что и от этого отказываются тогда осмотр фтизиатра который оценивает общее состояние ребенка наличие интоксикации но в то же время фтизиатр видит что он не видит у ребенка признаков интоксикации но в то же время решение вопроса о допуске в организационный коллектив в организованный коллектив уже решает именно руководитель детского и учреждения и школы могут то сказать но это все конечно очень сложно право образование тоже есть но в то же время если ребенок не вакцинированный он может представлять опасность для вакцинированных здоровых детей по крайней мере могут предложить либо сделать либо перейти в другое образовательное учреждение сейчас сделаю небольшую паузу напомню что речь у нас сегодня скажем так и весь эфир посвящен всеминутно борьбы с туберкулезом который отмечался 24 марта и сейчас идет месячник где врачи напоминают об опасности этого заболевания у нас в гостях виктория кавышина врач-фтизиатр высшей категории продолжим через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко нас гостях виктория владимировна кавышина врач-фтизиатр высшей категории заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением олюберетского филиала московского областного про клинического противотуберкулезного диспансера туберкулез это такое слово которое напомню она витает мне кажется даже когда гражданство российской федерации получает обязательно должно быть анализы по связанные с туберкулезом ну и мы понимаем что к сожалению ходит опять же психологически кажется что это где-то давно опять же связано с прививками было но туберкулез есть как мы выяснили в первой части что некоторые родители отказываются от этого и ставят под удар прежде всего своих детей но давайте вернемся к двум таким моментам это выявление туберкулеза как вот вон сегодня выявляется у разных людей наверное по-разному ну а затем как лечится но на сегодняшний день три метода выявления существуют рентгенологический и иммунологический а что рентгенологически показывает бактериологически именно вот флюорография рентген кт сюда же входят любые рентгенологические методы что-то да которые выявляют именно изменения в легких причем не только туберкулезные но и других заболеваний и чаще всего раннее выявление является причиной благоприятного исхода на фоне лечения не только туберкулеза поэтому когда например работа связана у людей с детским садом со школы с высшими учебными заведениями их заставляют проходить флюорографию да потому что они идут в организованные коллективы где много людей и в случае заболевания они заразят много народу то есть это про зима за это показывает второй вариант второй второй вариант иммунологический мера но он всегда использовался у детей проба манту сейчас еще есть да сейчас есть еще диаскин тест это более современный метод который выявляет имена наличие антител живых микобактерий туберкулеза то есть манту она реагирует еще на вакцинный штамм диаскин тест более специфичный если он положительный то это уже как отбор для проведения более углубленного исследования то есть есть вариант да да с 8 лет он у детей проводится и проводится в группах риска вот тех же медицинских про которые я говорила ранее то есть у людей с хроническими заболеваниями легких сахарным диабетом те кто получают гормоны и иммуносупрессорные разные препараты с язвенной болезнью этот метод тоже проводится параллельно с рентгенологическим потому что на флюорографии это скрининговый метод разрешение у него не очень высокое и бывает что на флюорографии не находим но делаем диаскин тест он положительный и делаем компьютерную томографию и выявляем небольшие изменения которые не были видны на флюорографии и лечится это намного быстрее я так понимаю один из новых способов сейчас да ну он уже не совсем новый да обновленный но по сравнению с флюорографиями да и они должны использоваться параллельно третий вариант третий вариант у людей которые маломобильные там находятся дома допустим ним или в каких-то ситуациях когда невозможно провести рентгенологическое исследование есть бактериологический метод исследования мокроты простой микроскопии под микроскопом выявляет микобактерию туберкулеза трехкратное исследование мокроты является как наиболее оптимальным чтобы выявить именно заразного больного то есть этот пациент он из дома не выходит но в то же время если он болеет то его тоже выявляют этим методом а он не чувствует что он болеет ну кашель у него может быть да ну часто такие пациенты в возрасте они уже критически не оценивать свое состояние а вообще как туберкулез проявляется но вот в разных вариантов что с чеком происходит но вот если человек заболел туберкулезом и должен понимать что он должен идти именно к физиатору но вообще это через поликлинику что именно к физиатору многие не знают да вот я поэтому и говорю да это как кашель это выделение мокроты малые формы начальные так сказать они вообще протекают бессимптомно их выявляют именно вот профилактические флюорографию делают и выявляют изменения у нас раз в году что только можно делать но с учетом нашей пить и пит ситуации раз в два года а раз в два года у обычных людей обычно ну вот то что вы перечисляли людей которые работают с пищевыми продуктами в детских коллективах выставляют каждый год ежегодно и также группы риска которые более подтверждены заболевание туберкулезом они раз в год есть группы которые должны два раза в год проходить флюорографию с иммунодефицитами например люди они проходят два раза в год то что мы не у них манитет ну как бы наиболее восприимчив хорошо и на сегодняшний день вот вообще фтизиатор да опять же не все помнят что то есть все слышали это название вот это именно лечение туберкулеза или еще что-то входит в этот ли это с легкими просто с легкими да вот если амбулаторное отделение мы в принципе занимаемся диагностикой часто то есть с изменениями выявленным к нам направляют из поликлиник но там могут из платных медицинских центров мы уже непосредственно диагностикой занимаемся выявляем не только туберкулез у нас есть в нашем областном диспансере клиники в которых есть диагностические отделения то есть где не лечит туберкулез в течение двух недель непосредственно диагностика проход происходит если устанавливают туберкулез чаще всего это ограниченной формы у которых нет бактерий выделения и так вот просто по рентгену не скажешь там более углубленное обследование проходит если туберкулез выявляется то переводится в специализированное отделение для лечения если другое заболевание то есть с выпиской с готовым диагнозом установленным уже пациент идет в поликлинику или к онкологу или к пульмонологу или рекомендация схема до направлений тогда хорошо теперь не могу не адресовать вопрос а чем лечат сегодня какие есть лекарства и действительно они помогают вот вы сказали что на каких-то стадиях просто достаточно ну что за таблетки попить вот какие средства и как продвинулась медицина в этом направлении вот по сравнению но там с десятилетним периодом ну на самом деле туберкулез то он уже давно известен даже в мумиях находили туберкулезную палочку все уже слышали а вот противотуберкулезные препараты они только середины прошлого века используются вот и конечно был скачок в связи с применением противотуберкулезных препаратов но в связи с тем что контингенты разные бывают люди прерывают лечение сейчас еще в настоящее время есть устойчивые формы туберкулеза так вот ограниченные формы туберкулеза лечится примерно 6 месяцев препаратами первого ряда так называемые то есть чувствительными высок высокоэффективными и излечиваются достаточно хорошо устойчивые формы могут лечиться до двух лет хотя сейчас разрабатываются более укороченные схемы лечения но это в стадии еще апробации клинической находится несколько препаратов недавно бы еще открыты для лечения туберкулеза но так как они менее активные поэтому лечение более длительное также применяются хирургические методы лечения то есть когда препараты уже не могут отграничить достаточно процесс да и бывает что и вообще не действует формируется широкая лекарственная устойчивость то есть лечить практически нечем а очаг в легком сохраняется то применяются хирургические лечения вырезаем но это уже не очаг чаще всего это хронические формы туберкулеза то есть это как-то омертвелая ткань какая-то как мы просто рисую себе легкие развалилась наличие полости в которой содержимое процесс идет туберкулезный с наличием микобактерий не действует да и причем это все обычно в капсуле куда лекарства уже не проникают а вот чем это туберкулез от курительных вот всех этих историй отличаются они же я понимаю что это совсем другая история но тем не менее тоже легкие разрушаются и если человек курит наверно у него тоже предрасположенность есть туберкулеза но это связано с тем что во время курения повреждается эпителий бронхов а это уже служит как бы вот воротами воротами до способствуют оседанию в тех же микобактерий и других не специфических инфекций то есть курильщики они часто кашляют с мокротой вот это именно предпосылка для посадки инфекции а вот вообще человеку который даже не предполагает что него туберкулез потому что вот где-то например столкнулся как мы говорим условном трамвае да это вот кашель проявляется что ну кашель же он у нас ну кашлят чека кашлят мало ли чечек кашлят как понять что это какой-то неправильный кашель для начала не понять но вообще если кашель сохраняется больше трех недель это уже показания для консультации в тезиатра обследованию в тезиатр вот но обычно у нас идут сначала к врачу да потом уже направляют я имею ввиду к терапевту лечим ну да но мы с поликлиниками работаем именно кого направлять потому что вы же диспансер представители диспансер и почему кстати у нас не так много диспансеров но есть кожные винилические диспансер туберкулезный диспансер как какие еще на селе от речи хатышки то есть почему это именно диспансерная форма такая существует слежки скажем так за этими болезнями ну потому что мы у нас состоят на учете пациенты с активным туберкулезом потом излечены еще в зависимости от остаточных изменений там период разный также мы обследуем контактных и проводим им профилактическое лечение также проводим работу в очагах то есть мы выясняем вообще ну стараемся если не скрывают и производственные очаги сейчас туда выходы проводят то есть обследуют там где человек работал то есть любое место где он мог быть так что потому что он может быть и не первый то есть и он мог заразить то есть мы стараемся обследовать дать профилактическое лечение всем кому необходимо и в то же время он мог быть не первые не источником то есть поиск еще возможного может быть источник в последнее время когда особенно пандемия началась да все начали говорить что вот наверное начали сказать чуму всякие такие заболевания из той эпохи а которые он как бы мы победили вот как вы считаете появление этого нового коронавируса не означает ли это что этот туберкулез получит потом какое-то неожиданное проявление то есть мы его уже немножечко оседлали или если мы не будем за этим диспансерно следить то у нас могут быть это же инфекционное заболевание могут быть проблемы вы имеете ввиду что коронавирус на туберкулез не коронавирус показал нам что мало того что мы должны помнить про те заболевания которые вроде бы как побеждены типа чумы а еще новые поеда появляются еще и новые может быть еще и 100 но то есть нас немножечко все это напугало то есть насколько туберкулез сегодня нас должен пугать я вот так упрощу вопрос но туберкулез он известен как бы уже есть методы лечения а вот коронавирус когда появился не знали же чем лечить что это да но тоже легкие легкие вот мы заметили и рост туберкулеза произошел в период пандемии но это во первых мы заметили что сам коронавирус снижает как это влияет на иммунитет что туберкулез быстрее развивается мы сейчас последствия еще до сих пор наблюдаем и плюс что были приостановлены профилактические мероприятия именно по туберкулезу то есть не было что при коронавирусе профилактика но логично это все сейчас это восстановилась да но последствия все-таки есть еще ну что ж поэтому мы вспоминаем с вами о том что туберкулез продолжает существовать к великому сожалению что нужно профилактироваться не нужно наверное отказываться все-таки родителям нужно понимать что это небезопасно прежде всего для их ребенка это может произойти в любую минуту ну и напомню что у нас месячник до идет посвященный туберкулезу будет масса всевозможных мероприятий поэтому те кто интересуется этой тематикой могут узнать много нового ну и как всегда мы желаем всем здоровья и в лицею вас вот поздравляем вас днем фтизиатра вот приятно что мы сегодня вспомнили эту важную профессию мы будем надеяться что клиентов у вас будет меньше надеемся с нами сегодня была врач-фтизиатр высшей категории заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением люберецкого филиала московского областного клинического противотуберкулезного диспансера виктория владимировна кавыршина это была программа открытый диалог с вами был николай пимьянка всего доброго до свидания